Продолжение следует... В Камрадском государственном университете состоялась встреча студентов и педагогов экономического факультета с представителями филиалов банков Молдовы. В Военной Академии Молдовы прошел День открытых дверей. 30 апреля в Гагаузии прошел первый тур выборов на пост главы региона. За что голосовали граждане и каких перемен они ждут в нашем репортаже. Большинство опрошенных в день голосования жителей Гагаузии после выборов Башкана в ближайшие четыре года ожидают перемен в лучшую сторону. Чтобы процветало именно вулкане, а что с такой пенсией маленькой, как мы, можно разве прожить? И никто не беспокоится о нас. Никто. Чтобы было все хорошо, чтобы что-то изменило, чтобы людей считали за людей, чтобы пенсию повысили и чтобы было все хорошо. Будущее наших детей за справедливости и больше ничего, чтобы было все спокойно. Все было у нас хорошо, чтобы будущее детям было. Мы уже пожили немножко, но чтобы была на будущее достойная зарплата, рабочие места. Хотелось бы, чтобы работа была, чтобы не уезжать отсюда, чтобы было все хорошо. Жить в Молдове хочется. В процессе голосования большую активность проявили представители молодого поколения. Сестрику Пущулу в этом году впервые приняли участие в выборах главы региона. Мне недавно исполнилось 18 лет. Я очень счастлива, что я принимаю участие в этом процессе. И надеюсь, что в следующие четыре года Гагаузия будет просветать. Каково вам? Тоже очень волнительно первый раз голосовать за будущее нашего города. В этой избирательной кампании на пост главы Гагаузии приняли участие 8 кандидатов. Данная предвыборная гонка отличилась усиленной борьбой, отметил политолог Ян Лисневский. Ситуация во время выборов интересно менялась, потому что борьба была достаточно интенсивная. И мы выявили интересную цифру, что количество отказов все-таки увеличилось в Гагаузии до 22%. То есть 22% опрошенных отказывались участвовать в опросе. Это говорит о том, что люди стали менее искренни в ответе, за кого они предпочитают отдать свой голос. В первом туре в голосовании приняли участие около 58% избирателей. Дудобла Николай Харлампевич, 5059 голосов. Узун Григорий Владимирович, 14849 голосов. Формузал Михаил Макарович, 1969 голосов. Петров Виктор Николаевич, 9133 голоса. Кройтер Дмитрий Васильевич, 5825 голосов. Чернив Сергей Афанасьевич, 1301 голос. Гуцул Евгения Александровна, 14890 голосов. И Чемпоеж Сергей Константинович, 3228 голосов. Второй тур выборов Башкана пройдет 14 мая. Алена Терзи, Владислав Табачу, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Новости. 30 апреля в Гагаузии также проходили выборы в народное собрание по двум округам. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по Чокмайданскому избирательному округу номер 17 голоса распределились следующим образом. Петр Янеогло, 1041 голос, это 73,5%. Петр Горелко, 376 голосов, это 26,5%. По Вулканерскому избирательному округу номер 9 голоса распределились следующим образом. Михаил Савастин, 1299 голос, 57,4%. Павлеогла, Георгий, 964 голоса, это 42,6%. В военной академии имени Александру Челбун прошел день открытых дверей. Гостями вуза стали лицеисты со всей Молдовы. Подробности в материале Полины Барбовой. Полковник военной академии имени Александру Челбун Дмитрий Попелевский закончил единственное в стране высшее учебное заведение военного профиля в 1999 году и продолжает служить в Национальной армии Республики Молдова. Дмитрий из династии военных. Он отметил, в чем преимущество обучения в данном вузе. Кроме этого специального пакета, который вы получаете, и все бесплатно в течение трех лет, вы можете продолжать учиться дальше на кандидат наук и доктор наук. Это все представляется тоже бесплатно. После этого, как вам представляется место работы, Министерство обороны представляет и служебное жилье. Военная академия имени Александра Челбун готовит специалистов по следующим направлениям – пехота, артиллерия, связь и информатика. В конкурсе при поступлении могут участвовать как юноши, так и девушки. После того, как заканчивается обучение военной академии, наши студенты получают первичное офицерское звание лейтенант. И то, что надо подчеркивать, что наши выпускники получают 100% рабочие места. И даже могут продолжать обучение на разных курсах, на обучение иностранных языков и участвуют в различных операциях по поддержанию мира. Юлия Патрашко приехала в Кишинев из Бричанского района города Лепканы. Учится на втором курсе военной академии. Жизнь в этом учебном заведении отличается от того, к чему привыкли ученики до этого, отметила Юлия Патрашко. Она тоже из династии военных. Это сложно, но это интересно. Выбрала я военную академию, потому что с детства мечтала быть с погонами и решила этого добиться. Какова жизнь тут? Очень изменилась по сравнению с тем, что было на гражданской жизни. Здесь намного интереснее. Каждый день какие-то мероприятия, конкурсы, участие где-либо. Очень насыщенная жизнь. Выезды на полигон, где мы подходим, физическую подготовку на выдержку. Очень интересно. После увиденного и услышанного лицеиста 12 класса имени Михаила Минеску, муниципе Акомрад, некоторые из них планируют связать свою дальнейшую жизнь с национальной армией. Такую дисциплину, такую организацию редко можно встретить. То есть все было на высшем уровне. Мне на самом деле очень понравилось. И я действительно задумываюсь связать как-то свою жизнь с этой сферой. Может быть, я смотивирую других ребят тоже связать свою жизнь с военной академией. Это действительно бесценный опыт. Я всегда интересовалась этой сферой. И мне всегда, так скажем, нравилась мечта детская была стать полицейским или кто-то в этой сфере. И я думаю, что это отличный шанс для тех, кто хочет увидеть, что и как. Ну, кто хочет последовать этот путь. И для меня это было очень интересно, вообще очень классный опыт. И я думаю, что подумаю над этим решением, если приходить сюда и учиться. В этом году вуз выделил для абитуриентов 100 мест. Продолжительность обучения в академии – 3 года. Дневной факультет. Лекции проводятся на государственном языке. Проживание, медицинское обеспечение, питание, обмундирование за счет учебного заведения. Полина Барбова, Александр Глекова, Артем Топал, ГРТ. Новости. В Камрадском государственном университете состоялась встреча студентов и педагогов экономического факультета с представителями филиалов банков Молдовы. О цели мероприятия в нашем следующем сюжете. Кафедра бухгалтерского учета и финансов Камрадского государственного университета провела встречу студентов с представителями филиалов банка. Главной темой обсуждения стал вопрос о трудоустройстве в бусняков Камрадского государственного университета. Представители банков озвучили свои предложения и ожидания от будущих специалистов. Мы сейчас обсуждаем темы, которые касаются того, каким хотят видеть конечного готового специалиста, выпускника, руководители банков. Почему это делается? Чтобы мы понимали, актуализировали свои учебные планы, понимали, какие требования от них, и подстроить под это наши учебные планы, чтобы выпустить такого специалиста, который будет востребован на рынке труда. С целью закрепления знаний каждый учебный год студент проходит практику. По словам представителей банков, они всегда открыты для сотрудничества, но не видят особого желания у студентов. Каким образом сами они проходят практику? Это не секрет, не буду открывать скобки, мои коллеги тоже это подтвердят. Они это делают все для галочки. То есть приходят, они не стажируются, не практикуются. У нас нет ограничений по части приема, взятия с студентом на стажировку. Нет. Мы берем всех абсолютно. Самое главное – желание. Это желание, к сожалению, студентов. Из той практики, из тех десяти студентов, по статистике, один, два, которые хотят, восемь, они просто подпишутся. Они даже не приходят на стажировку. И юношеский максимализм. С этим термином зачастую сталкивается работодатель при приеме на работу молодого специалиста. То есть, когда ему предлагается начать с кассы, где, скажем так, больше объем операций и не такая высокая зарплата, как на вышестоящих должностях, его это не всегда устраивает. Он – нет, я хочу сразу в кредитный отдел, к примеру. Понимаете? То есть, логика в чем заключается? В том, что студент, закончив специальность, еще если он закончил ее, она отлично, хорошо, ему кажется, что сейчас он зайдет в банк и ему предложат стать директором. Но на самом деле все происходит наоборот. Сегодня вакансий для выпускников кафедры бухгалтерского учета и финансов много, отмечают представители организации. Они советуют студентам ответственно относиться к учебе и изучать языки, особенно государственные, и не пренебрегать прохождением практики, ведь она помогает определиться со специальностью. На встрече стороны отметили, что готовы продолжить сотрудничество, чтобы в дальнейшем содействовать университету в подготовке специалистов. Мария Статова, Владислав Табачук, Артем Топал. Новости ГРТ. В Камрадском районе уровень вакцинации среди детей и взрослого населения очень низкий, так как бытует мнение, что поступающие в страну вакцины сомнительного качества и от сомнительных производителей. Кто и как закупает вакцины, кто следит за их качеством, как их перевозят и хранят, и что происходит с вакцинами, пострадавшими при транспортировке, узнавала Наталья Андреев. Вакцинация сегодня является одним из основных надежных, безопасных, эффективных и, что немаловажно, бесплатных методов профилактики некоторых наиболее опасных инфекционных заболеваний. При помощи вакцинации медикам удается держать под контролем такие опасные заболевания, как корь, краснуха, дифтерия, туберкулез, столбняк, вирусный гепатит. Для того, чтобы вакцинация дала нужный эффект, необходима крепкая прослойка вакцинации населения, которая составила бы 95%. Как отметила эпидемиолог Центра общественного здоровья Камрад Елена Дюльгер, в Камрадском районе этот процент среди детей до года составляет 75%. Это очень низкий уровень. Этот процент из года в год все уменьшается. Если сравнить лет 7-10 тому назад, этот процент намного выше был. А чем ниже процент, тем больше рисков у нас возникновения той или иной вспышки особо опасного инфекционного заболевания. Низкий уровень вакцинации в Камрадском районе объясняется тем, что родители отказываются от прививок, так как они считают, что для этого используются некачественные вакцины, сказала Елена Дюльгер. Побывав в Центре общественного здоровья Камрад, а именно на складе иммунобиологических препаратов, мы увидели, в каких условиях хранятся вакцины, которые закупает Министерство здравоохранения Молдовы и направляет их на склад Национального агентства общественного здоровья. Вакцины покупают только у тех компаний, чью квалификацию подтвердила Всемирная организация здравоохранения. Вакцины, которые закупает Молдова, производят в Америке, Южной Корее, Индии и Болгарии. Каждые три месяца мы имеем поступление вакцины, которая привозится на специальной машине-рефрижераторе, для того, чтобы соблюсти холодовую цепь, потому что основным, самым главным условием качества соблюдения и сохранения качества вакцины – это соблюдение холодовой цепи. Что это означает? Вакцина должна, в основном все вакцины должны храниться при температуре плюс 2, плюс 8. И вот мы обязаны сохранить эту температуру для любой вакцины на протяжении всего ее пути, то есть от производителя до пациента. При хранении вакцин обязательно соблюдается температурный режим, так как вакцины теряют свою активность из-за воздействия тепла, а некоторые и после замораживания. В каждом холодильнике для того, чтобы контролировать температуру плюс 2, плюс 8, есть такие электронные специальные термометры. Перезагрузка происходит. На каждом флаконе с вакциной есть индикаторы температуры. Любые нарушения отображаются на ней, говорит Елена Дюльгер. Один раз в месяц центры семейных врачей и роддома получают вакцину, которую перевозят в специальных термосумках, на местах хранят в специальных холодильниках. Вместе с вакцинами доставляются специальные шприцы, которые предназначены только для однократного использования. Эти шприцы, их преимущество, они самоблокирующие. То есть раз мы их использовали, ввели ребенку, все, он заблокировался. Больше ты с ним работать не можешь. Это еще раз говорит о том, что вакцинация безопасна. Одним и тем же шприцом вам, даже если захотят, не смогут вам привить. Если были допущены нарушения при хранении или транспортировке вакцины, их изымают из обращения. Препараты с истекшим сроком годности утилизируют. После нейтрализации вакцину классифицируют как медицинские отходы, отметила эпидемиолог Центра общественного здоровья Камрад Елена Дюльгер. На сегодняшний день вопросы охраны труда остаются актуальными и касаются каждого. От несчастных случаев на производстве страдает и гибнет огромное количество человек. Так, в Гагаузии в прошлом году из-за несоблюдения условий труда на производстве произошло 22 несчастных случая. Сохранение жизни и здоровья работников – одно из основных направлений в области охраны труда. Но из-за несоблюдения законодательства в области безопасности труда на рабочих местах происходят несчастные случаи. Чаще всего получают травмы работники сельскохозяйственной отрасли, перерабатывающей промышленности, строительных и транспортных компаний. Работодатели стараются создавать безопасные и здоровые условия труда, отметил начальник территориальной инспекции труда Гагаузии Иван Комур. Но, тем не менее, в ходе контрольных действий выявляемые нарушения. Если говорить о несчастных случаях, то по итогам прошлого года в Гагаузии имело место 22 несчастных случая, в том числе три со смертельным исходом. Правда, они были вне производства. Один тяжелый несчастный случай был, и остальные были с временной утратой трудоспособности. Наличие системы охраны труда играет важнейшую роль в сохранении нормальных условий труда и обеспечении безопасности здоровья работников, отметил Иван Комур. Он подчеркнул, что инспекция труда регулярно проводит проверки и дает предписания по устранению нарушений в области охраны труда. Для улучшения условий и охраны труда, ликвидации или снижения уровней профессиональных рисков при приеме на работу работодатель направляет работников на медицинский осмотр согласно постановлению правительства по надзору за лицами, которые подвержены факторам профессионального риска, сказала руководитель Центра общественного здоровья Комрад Татьяна Куйжеклу. Заполняется карта направления на медицинский осмотр, где заполняется карта идентификации, то есть условия, которые есть на этом рабочем месте. Затем, также в этом санитарном регламенте имеется список факторов риска. Татьяна Куйжеклу отметила, что условия труда должны быть удобными и комфортными. Все должно быть комфортно, как и температура, как и освещенность, как и мебель. Все должно быть комфортно, чтобы этот человек мог на этой работе не заработать себе профессиональные заболевания. На сегодняшний день вопросы охраны труда остаются актуальными и касаются каждого. Рабочие должны соблюдать правила безопасности, не подвергать себя и коллег необоснованному риску, знать свои права и участвовать в осуществлении профилактических мероприятий. В завершении выпуска о погоде в Гагаузии. А на этом мы с вами прощаемся. Смотрите и читайте нас на сайте grt.md. Следите за нами в Facebook и на YouTube-канале. Делитесь с нами интересной информацией, фото и видео по электронной почте. grt.effir.mail.ru Всего доброго и до встречи в эфире.